Это не диета, это как стиль жизни Сыворотки, сыворотки это вещь, моя любимая категория Не до того, чтобы раз намазаться, облезть и потом чувствовать себя обновленной Просто вообще помолодевшей Но утром обязательно SPF Какой? Всем привет, сегодня у нас последний выпуск фаворитов за прошлый год И лично он мой самый любимый, потому что я, конечно, люблю краситься Но для меня гораздо важнее естественная красота моей кожи и ее здоровье Давайте не буду затягивать и поскорее поехали с итогами за прошлый год Я даже не знаю, как так получилось, но с трехэтапного очищения я перешла на двухэтапный И чаще всего пользовалась мицеллярной водой и каким-то хорошим гелем Мне хочется выделить две мицеллярки Первая из них от бренда CeraVe Очень нежная, при этом эффективная, не раздражает кожу Удаляет как макияж глаз, так и все остальное И также не имеет отдушек И вторая от марки Eveline, тоже шикарно работает От нее щиплет глаза, имеет тонкий аромат И я всегда выбираю мицеллярные воды для очистительной, для обезвоженной кожи Мне кажется, что они работают гораздо мягче Если их смывать еще чем-то, то я уверена, что они не навредят Вот они мои любимые гели для умывания Как для утреннего, так и вечернего Для того, чтобы на 100% избавиться от макияжа Вот это я, по-моему, никогда не показывала в отдельном видео Cosrx Причем у меня была и классическая версия Я так понимаю, что это что-то новое Это как молочко-гель 2 в 1 Но все-таки я считаю, что это больше гелевая консистенция Он вообще не пенится Но при этом эта вещь превосходно удаляет остатки макияжа И оставляет вашу кожу в суперкомфортном состоянии Если, например, на ночь я сделала какой-то интенсивный уход И проснулась, ну, с жирным блеском Это тоже нужно смыть И остатки какого-то масла, и себум, которые выделяются за ночь Я пользуюсь вот этим, ну, я даже не могу назвать его молочком Гелем, да Я чувствую, что моя кожа остается напитанной после ночного ухода И она хорошо очищена Так что, если вы еще не пробовали, то очень советую И несменно ЦРВ В холодное время года мне очень нравится вот эта версия для сухой кожи Я понимаю, что для многих это может быть непривычно Что средство не пенит Но я такое люблю Потому что я поняла, что интенсивные сыворотки Что какие-то там кислоты, ретинол и так далее Это все нарушает мой естественный барьер кожи И из-за этого потом есть мелкие морщинки И какие-то высыпания И когда у меня проблемы с аллергией, с зудом Это один из немногих гелей, которые я также могу использовать и на все тело И мне нравится, что он не имеет никакой отдушки Для леса особенно Для меня это всегда дополнительный бонус И летом я практически случайно, можно сказать, воспользовалась вот таким гелем Опять же, от ЦРВ Только для комбинированной жирной кожи Он нравится моему мужу, но я всегда пользовалась только этим И он уже пенится, он чуть сильнее очищает Но я не могу сказать, что он пересушивает Просто обалденное И летом, когда лицо потеет Особенно если я там накрашена или на пляже 150 тысяч раз наслаиваешь SPF Хочется так посильнее умыться И довольно долгое время пользовалась именно вот этой версией Не для моего типа кожи Но мне очень подошло и понравилось Когда за окном была жара Если у вас не сухая или не обезвоженная кожа Можете пользоваться им даже целый год Сыворотки Сыворотки это вещь Моя любимая категория Потому что это концентрированные средства Которые ты наносишь и буквально сразу получаешь результат Если она, конечно же, рабочая И вот это, это, пожалуй, самое неожиданное открытие прошлого года Марка Revolution Именно их уходовая линейка Но я хочу сделать акцент только на этой сыворотке Потому что некоторые их составы Ну, мягко говоря, не полезны для кожи Это сыворотка с 5% молочной кислоты и гиалуроновой кислотой Здесь у меня уже буквально на дне Она прозрачная Она чуть-чуть пахнет Так как большинство именно кислотных средств Чем-то таким немножко химическим Но это приятно Это как-то не ощущается, не мешает Она довольно быстро впитывается И то, насколько круто она выравнивает рельеф Убирает прыщи Убирает какие-то точки после высыпаний После моих неудачных чисток И вообще, насколько чище она делает кожу И насколько гладкой Такой, как отполированной Это довольно активная сыворотка Она универсальная Но если вы никогда не пользовались кислотами Если у вас чистительная кожа То я советую взять ее И сначала по капельке добавлять в ваш какой-то базовый Просто углажняющий крем И таким образом наносить ее на ночь на протяжении нескольких дней Чтобы лицо не покраснело Если вы в чистом виде нанесете ее после тоника Я свою кожу приучила уже ко многому Поэтому она не реагирует покраснениями И я также скажу вам, что я купила такую же от The Ordinary И обязательно их сравню Но вот именно в прошлом году Эта сыворотка стала моей находкой Прелести съемки при дневном освещении Называется «Хотела как лучше» Более естественно Мне пришлось передвинуться Я надеюсь, вы не против Не совсем сыворотка А сыворотка и базовый уход Два в одном Это новинка прошлого года Система Clinique ID Я пользовалась ею большую часть прошлого года Здесь у меня база для сухой, очень сухой кожи Но вы можете выбрать абсолютно другую Например, универсальную Или для комбинированной, для жирной кожи Что-то более легкое Кстати, в конце видео я также подготовила для вас конкурс Где можно будет выиграть кое-что Так что обязательно останьтесь со мной до конца И также у меня здесь оранжевый картридж Он с гликолиевой кислотой И также, по-моему, здесь была салициловая кислота Их есть штук 5 в этой линейке Вы можете выбрать себе по потребностям И мне кажется, что они все довольно универсальные Потому что лично я не знаю ни одного человека Который не нуждался бы в кислотах У кого сияющий вид лица Там ровный тон кожи Нет каких-то высыпаний хотя бы несколько раз в месяц Идеальный рельеф кожи Нет расширенных пор И всех вот этих заморочек по поводу старения Потому что кислоты именно стимулируют выработку коллагена, эластина И дают такой омолаживающий Скорее даже освежающий эффект Потому что если есть глубокие морщины То понятное дело, что никакие мазючки не помогут Все мы состаримся Что касается кислот, которые находятся Вот этих средствах, вот этих картриджах Из системы Clinique ID Они все очень нежные Если вы даже никогда не пользовались кислотами То это может быть хорошим стартом для вас И также я пользовалась вот этим средством в теплое время года Конечно, каждый день обязательно высокие спеи Для того, чтобы не появилась пигментация Но я могу также подтвердить то Что вот эта база шикарно себя проявила И в холодное время года, и когда было жарко То есть она очень хорошо увлажняет На мне не дает никакой липкости У меня хорошо впитывается На нее классно ложится макияж И на ночь тоже отменно И как-то комфортно в любое время года Не имеет никакой отдушки Пахнет какой-то косметикой Просто вот косметический аромат Не могу сказать чем Но ни апельсинами, ни чем-то таким Дальше Это тоже то, о чем я ничего не говорила Потому что нужно было дольше попользоваться И я, конечно, немножко заблондинела Сейчас скажу почему У меня был небольшой тоник С двумя процентами салициловой кислоты От Polo's Choice Мне очень понравилось Насколько он сужает поры Как классно он очищает кожу И вот я реально заметила Что у меня была проблемная кожа После всех этих поездок Не очень хорошего питания И так далее, и так далее И я уже не знала, чем намазаться И я даже ходила на чистки К косметологу И я понимала, что Блин, с моей кожей происходит что-то На чем я потеряла контроль Конечно, есть гораздо более тяжелые случаи Я прекрасно это понимаю И, наверное, без медикаментов Сложно справиться Но если вы просто хотите Очистить поры И вы ищете средство Которое не пересушит вашу кожу Которое не вызовет покраснений Раздражений И еще непонятной какой-то реакции Я очень советую присмотреться К бренду Polo's Choice И мне попалась вот эта миниатюра Ну как, внушительная такая миниатюра Потому что расход здесь минимальный В каком-то то ли боксе То ли адвент календаре Лук фантастик Я не помню Но я начала пользоваться Я думаю Дай-ка я закажу на скидках Большую баночку Чтобы она всегда была со мной Вот эта салициловая кислота Я не досмотрела И случайно вместо тоника Заказала лосьон Мне кажется, что Во-первых, тоник работает быстрее А во-вторых, мне проще Сочетать его с остальными Уходовыми средствами Как-то он раз-раз впитался И я готова наносить Или какую-то восстанавливающую сыворотку Или я даже умудрялась Сочетать салициловую кислоту С другими кислотами И тогда эффект был просто бомба Так что обратите внимание Если вы ищете что-то Что как бы очистит ваши поры Потому что салициловая кислота Она проникает Растворяет все загрязнения И помогает избавиться от черных точек И от всего-всего Я просто в восторге Я много слышала о бренде Полость Чойса Я думаю, что в следующем году В сезоне кислоты Я накуплю что-то и от этой марки Потому что работает, но не вредит Говоря о тониках Не могу не вспомнить о бренде Пикси Потому что их в прошлом году было много Все тоники очень люблю И с гликолиевой кислотой Да, он тоже универсальный Но он может немножко раздражать И гликолиевая кислота Смотря в какой форме она А больше всего мне нравится Именно ретиноловый тоник Благодаря этому тонику Я начала вводить ретинол В свою уходовую рутину Это супер компонент Но всегда помните о том Что если вы планируете ребенка Если вы кормите грудью Если вы особенно в положении То забудьте о ретиноле Использование ретинола в этих случаях Противопоказано Ну зачем вам рисковать? Подождите И потом настанет ваш час Намажите с чем хотите Потому что в это время Ребенок гораздо важнее Вот этот тоник Он нежный Но он очень хорошо освежает кожу Выравнивает текстуру И делает ее такой Плотной Как бы подтянутой Особенно если у вас знаете Такое тестообразное лицо У меня я считаю такое Очень сложно добиться Лифтинг эффекта И мне кажется что Когда я начну более активно стареть Ну потому что после 25 лет Это все таки необратимый процесс И кто-то иссыхает скажем так А кто-то становится таким мягким Мне кажется что я как раз Именно второй случай Ну жизнь покажет А вот благодаря Кислотам Именно пилингам И ретинолу Лицо становится таким Более подтянутым Более каким-то таким Вот кожа сама по себе Более плотная что ли Конечно тоник Это не спасение от всего Это просто начало пути с ретинолом И если вы хотите попробовать То вот это наверное Один из самых безопасных вариантов Говоря о ретиноле Не могу не вспомнить О бренде Юс, Йос Из Айхерб У меня была и сыворотка И крем под глаза Который я наносила Не только вокруг глаз Но и на все лицо И поверх сыворотки По-разному Было И у меня есть четкое ощущение Я даже практически уверена в том Что здесь не 2,5% ретинола Написано так Что здесь 2,5% ретинола Гиалуроновой кислоты Витамина Е И алоэ вера И я вот и по ощущениям Понимаю Что если бы было здесь реально 2,5% ретинола То моя кожа пришла бы в ужас Потому что я как-то пробовала Мамин крем Где 1% И у меня просто пылало лицо И оно потом еще и облезло И мама тоже говорит Что очень-очень интенсивно Это тоже из Айхерб Но это для продвинутых В качестве какого-то домашнего пилинга Это раз Во-вторых Когда я заказываю посылки из Айхерб Сюда в Польшу Они все останавливаются на таможне И когда я захотела купить себе Что-то там с салициловой кислотой От прыщей И там чуть-чуть была превышена Допустимая норма кислоты Которая продается без рецепта Всю мою посылку Со всем содержимым Развернули и отправили обратно Вот И если бы вот эти вещи попали На таможню И увидели бы Что реально здесь 2,5% ретинола Они иногда отправляют запрос в Айхерб То они никогда бы не допустили Потому что максимальное содержание ретинола Которое можно купить без рецепта в аптеке Здесь в Европе Ну в Польше так точно Это до 1% Поэтому я даже осмелюсь утверждать Что здесь его меньше Но это активное средство И прежде чем вы начнете их использовать Возьмите сначала что-то полегче Чтобы приучить кожу Чтобы вы ее не травмировали Не шокировали Потому что уходит для людей Ну грубо говоря Вы работаете на качество вашей кожи А не до того Чтобы раз на массу облезть И потом чувствовать себя обновленной Просто вообще помолодевшей Это не об этом Ретинол это долгоиграющая история То есть это не диета Это как стиль жизни Его нельзя там использовать недельку И потом убрать и сказать Эта фигня не работает Нет Нужно регулярно использовать Потихоньку Постепенно Об этом я рассказывала более подробно В осеннем видео Я должна сказать Что спустя несколько месяцев использования Я действительно заметила Что кожа улучшается И она ну как бы другая И на ощупь она другая И косметика на нее по-другому наносится Это и лифтинг Это и осветление И поры подтягиваются И от ретинола Кстати у меня никогда практически Не бывают вот сухости Кожа не облезает Как-то так непонятно Она не реагирует прыщами Лично для меня Какие-то легкие формы ретинола Это даже более эффективно Чем супер интенсивные кислоты И это конечно средство И компонент в целом Все его происходные Не для каждого Но если вы интересуетесь ретинолом Вы об этом задумываетесь Вы видите по состоянию кожи Что вам оно надо То почему бы нет Можно наносить сыворотку на все лицо Под любой базовый крем И также вот этот кремушек Под глаза Ничего у вас от него не облезет Все будет нормально Он увлажняет Но все-таки на него Я вот когда было холодно Наносила еще что-то Чтобы больше защитить эту кожу Нежную под глазами И также наносила на все лицо крем Потому что здесь очень большая упаковка Меня они впечатлили Если вы не заметили Я очень редко советую Что-то прям из тяжелого люкса Где одно средство стоит там 80-100 долларов У меня есть всего два исключения В этом видео Вот эту сыворотку мне как-то прислали Я начала ее пользоваться И я вам очень подробно о ней рассказывала Это линейка Advanced Night Repair И чем дольше ее пользовалась Тем больше мне нравилось Как она влияет на состояние моей кожи Это как увлажняющая бомба SOS Как такой допинг для вашей кожи Когда она в этом нуждается Особенно после кислотных пилингов Особенно в холодное время года Особенно если вы супер устали И вы хотите себя побаловать Потому что да, это дорого Но мне кажется, что в этом случае Могло бы быть подешевле Но я вот настолько сильно влюбилась в это средство Что я вам честно говорю Что я пошла и купила себе Классическую сыворотку Estee Lauder На Новый год Я понимаю, что есть какие-то более бюджетные Не то чтобы аналоги Возможно замены Но мне хотелось Хотелось, чтобы вот этот культовый продукт Был на моей уходовой полочке И самое главное, что эти вещи работают Так вот, я использовала всю сыворотку До конца Здесь есть и увлажняющие компоненты Конечно, гиалуроновая кислота Но также салициловая кислота Которая именно очищает поры И несмотря на то, что у меня нормальная Склонная к сухости Одновременно склонная к высыпаниям кожи Ну, в общем, целый букет и расширенные поры Мне нужна И для меня важна салициловая кислота в уходе Но важно, в какой форме И в каком средстве она Чтобы не травмировать Не нарушать свой защитный барьер кожи И для меня эта вещь стала Такой удачной находкой прошлого года Которую я умудрялась использовать В качестве основного ухода Просто поверх тоника И в качестве даже ночной маски Нанося в два слоя И массаж поверх него я делала И как сыворотку использовала То есть промежуточное нечто Между тоником и основным базовым кремом И также можно наносить поверх тоника Перед сывороткой тоже Advanced Night Repair И сверху еще крем В общем, вариантов использования Есть масса И однозначно когда-то вернусь К этому концентрату Супер классные пилинги Для домашнего безопасного использования Даже если вы новичок Держите минимальное количество И все будет хорошо Вы не получите ожог И мне кажется, что даже для Продвинутых пользователей Для поддержания эффекта чистой кожи Гладкой Тоже вполне себе достаточно Если, конечно, вы привыкли К 50% какой-то очень серьезной кислоты То для вас это детские шалости Но я довольна тем, как это работает И ничего не делаю в салоне Это Юс 30% гликолиевой кислоты Ретинол и зеленый чай Мне кажется, что вот это более Не могу сказать агрессивное Более интенсивное Чем вот это от The Ordinary Красный кровавый пилинг 30% АХ кислот Фруктовых кислот Которые нужны всем и каждому И 2% салициловой кислоты Идеальная комбинация для меня Могу держать даже максимальное количество Времени 10 минут выдерживала И тоже не было ожога Делала несколько дней тому назад Поэтому сейчас не пользуюсь тональным Сегодня на мне сияющий крем от KIKO Немного бронзера Скажу честно, что под глаза я все-таки нанесла Консилер, а так без тона И мне кажется, что в принципе неплохо Почему я сегодня для видео не накрасилась больше Хороший вопрос Но мне кажется, что так даже честнее Так вот, этот пилинг очень хорошо Опять же, выравнивает текстуры Это то, с чем я вечно борюсь Если есть какие-то пост-акна Красные прыщи Это уходит гораздо быстрее Не остаются пигментные пятна Но утром обязательно SPF Какой? А вот такой Познакомилась с ним осенью И долго им пользовалась Чтобы посмотреть, как он себя проявит Во-первых, очень хорошо защищает Здесь классный состав Это бренд SOMBAMI Корейский Здесь большая концентрация цики Которая восстанавливает Которая там заживляет все Которая оказывает антивозрастное действие Но если вам интересно Я могу сделать видео о компонентах Которые мне очень нравятся То есть более подробно о цике О витамине С О неоцинамиде и так далее С примерами средств моих любимых И также я готовлю для вас отдельный ролик О бюджетной уходовой косметике Поэтому все это будет Но сегодня у нас фавориты За прошлый год Это стопроцентный Минеральный фильтр С SPF 50 PA4 плюсика Я еще такого не видела Обычно 3 Но, наверное, это максимальная защита От солнца И он очень быстро впитывается Не выбеливает кожу И он один из самых нежирных Который у меня есть При этом он все-таки дает Дополнительное увлажнение Но не пересушивает Крутая вещь Некоторые мои любимцы закончились В прошлом году Я использовала 2 баночки крема под глаза От марки Айзенберг Из отбеливающей линейки Очень хорошо увлажняет И чем дольше пользовалась Тем больше замечала Что у меня как-то более свежая область под глазами Она какая-то не такая темная И круги, мне кажется, не настолько заметны Может, это самовнушение Но даже по видео, по фотографиям Я замечаю И вы спрашиваете, что я сделала Ничего не сделала Может, я больше высыпаюсь Но это не точно Может, я больше отдыхаю Тоже не факт По-моему, это все-таки уход Поэтому Не могу дождаться скидок На Айзенберг Сейчас вот пользуюсь таким Но когда-то Мои косметички обязательно появятся Такой беленький Серебристой крышечкой Он прям вообще обалденный И зимой и летом Пользовалась с огромным удовольствием Чисто зимняя история Но это хит Крем Skin Food От марки Веледа Когда вашей кожи нужно что-то защитное Когда ее нужно срочно напитать Когда ее нужно как-то восстановить Если вам нравится такая жирная текстура кремов Если вы ищете хороший чистый натуральный состав То это вариант для вас Если вы живете в суровом климате Это то, что вам нужно Когда у меня очень сильно обветренная кожа Или пересохшая Или после кислот Или просто на ночь хочется намазаться чем-то Чтобы утром проснуться с блестящим лицом С таким сияющим, не блестящим Вот Используюсь этим кремом Кстати на сухие какие-то раздраженные участки Тоже иногда позволяю себе нанести На руки и на ноги Пользовалась чем-то другим Но пробовала И тоже очень хорошо работает Обожаю Мой самый большой любимец для губ Это масло Которое как бы на ночь Но я пользуюсь им и в течение дня Как бальзамом Намазываю Очень хорошо Восстанавливает губы Даже потрескавшиеся И утром просыпаешься Губы мягкие И у меня кстати под ноль не впитывается То есть Как бы остается Утром просыпаешься И губы не сухие На очень долго хватает Я покупала его в середине года Где-то в июне или в июле И до сих пор еще здесь осталась И такая приятная Натуральная душка По-моему Эта вещь шла с медом Но меда я здесь совершенно не ощущаю Сказала или нет Здесь натуральный состав Очень много натуральных масел И я обязательно куплю себе еще и другие Отдушки Или вкусы Как они там называются Потому что понравилось Корейцы конечно молодцы Что тут сказать Два немножко залетных средства Из категории ухода Но не для лица Я не знала куда их определить Такая же проблема у меня С парфюмом На тему ароматов Я не хочу снимать отдельный ролик Мне кажется что это Не особо интересно Не особо актуально И что посмотрят единицы Я буду расстраиваться Потому что я вкладываю Очень много сил И каких-то своих эмоций Что ли И буду снимать то Что нравится большинству Возможно я ошибаюсь И нужно делать такие ролики Точно такая же ситуация У меня случилась С пустыми баночками Мне нравится Мне в кайф Но эти видео Хоть я считаю самыми полезными Они не настолько популярны Хотя на самом деле Мне кажется что они гораздо более Информативны Чем какие-то новинки Итак Виши В прошлом году Я была на производстве Виши Мы провели 5 Замечательных дней Во Франции Но прикол в том Что ни одно из этих средств Мне не присылали на обзор Я сама их для себя открыла Я сама в них влюбилась И передаю информацию дальше Вообще Вы мне очень много раз Писали об этом дезодоранте И у меня была с голубой крышечкой Сейчас вот этот И как-то все дезодоранты В какой-то момент Перестали работать Я говорю о каких-то Ниве Там дав Я не покупаю Ничего дороже Это один из самых дорогих Дезодорантов Которые когда-либо у меня были Стоил он 29 злоток Ну это приблизительно 8 долларов Наверное И его хватает на очень долго Между прочим Супер круто защищает Что один Что второй Я не заметила разницы Не сушит Нежную область Подмышек И нет никаких пятен Между прочим Я как-то раз нанесла Вечером Когда принимала душ Потом что-то целый день И потом на следующий вечер Я пошла В спортзал И думаю Блин Я забыла воспользоваться Дезодорантом Вы представляете Как бы я не издавала Неприятных запахов И я тоже там Не сверкала Потными подмышками То есть как Он не полностью блокирует Выделение пота Но мне кажется Что ограничивает Потоотделение Даже спустя 24 часа Супер крутая вещь И практически без отдушки Я вот сейчас сказала вам Она настолько нежная Что я даже не обратила На нее внимание Только сейчас проверила Честно говоря То есть Иногда бывают Дезодоранты Как набрызгают Что потом невозможно Зайти в ванную комнату И шампунь Из линейки Деркос Деркос Посоветовала мне Дерматолог Так как моя аллергия Проявляется Вот на руках И на голове Это Две не совсем Связанные между собой вещи Они не от косметики И не пищевая аллергия Ну короче Не углубляясь в эту тему У меня чешется голова Практически от всех шампуней Это просто беда При том что перхоти у меня нет Дерматолог назначила мне Этот шампунь У него такой желтый цвет И довольно густая консистенция Я сначала там 5 нажатий Он очень хорошо пенится Его нужно немного И такой баночки За 10 евро мне хватает На несколько месяцев Очень активного использования Я мою голову через день Или каждый день Если я там пойду в спортзал Например сегодня Сегодня мыла голову Сегодня иду в спортзал Завтра тоже помою Вот И в моем случае не работает Типа раз в неделю мыть голову От этого она чешется меньше Это вообще не связано И с тем как часто я моюсь И чем я моюсь Поэтому Просто нужно чем-то Что не будет Раздражать кожу И что не будет еще больше Меня выводить из себя Так что Вот этот шампунь Это настоящее спасение И благодаря ему Я перестала пользоваться Специальными шампунями Которые продаются Только по рецепту Их там 150 миллилитров Можно только раз в неделю Покупать его Они очень быстро расходуются Жидкие Короче бегать за этими рецептами Каждый раз 150 золотых завезет 150 золотых Поэтому я вот раз Потратилась И серьезно вам говорю Что я перестала пользоваться Шампунями по рецепту Которые продаются Вот На этом у меня все Я надеюсь Что это видео оказалось Для вас полезным И информативным Не забывайте поставить Пальчик вверх Также я подготовила Для вас подарок Это на выбор будет Если у вас сухая Или обезвоженная кожа Я для вас подготовлю Такую же базу Как у меня Или же Если у вас жирная кожа Или вы хотите Что-то более легкое И универсальное У меня также есть Прозрачная Такая гелевая версия Тоже системы Clinique ID И голубой картридж Он идет С молочной кислотой Которая также показана Всем Этот концентрат Работает с рельефом кожи Если у вас есть Такая проблема Если вы хотели бы Поработать над этим моментом То участвуйте в конкурсе Я обязательно отправлю Подарочки от себя Это Не совместно с каким-то брендом В этом видео Не было никакой рекламы Никаких интеграций То, что мне прислали Я вам сказала То, что я купила Ну, я думаю, что понятно Большая часть того Что сегодня было однозначно И также голубой концентрат Еще и работает с порами Помогает их немножко стянуть Если вам понравилось видео Не забудьте поддержать меня Пальчиком вверх Буду искренне благодарна Все, всех целую и обнимаю Пока-пока До новых встреч Уже совсем скоро Субтитры сделал DimaTorzok